Мы прекрасно понимали силу Краснодара, прекрасно понимали, что надо быть в высоких местах, а мы бьемся за выживание. И повторить слово, мы сюда не ехали сыграть и все. Мы хотели брать очки, делали все возможное, изучали команду, знали сильные стороны команды, знали проблемы, которые есть в том числе. У нас достаточно было предпосылок для ответов, так, знак пространства давал хорошие, но, к сожалению, брак в передачах и отсутствие наших центральных ватбеков, в частности, профильных, которые стержневые футболисты, условно, и Слава Якимов, и Андрей Мендель, который, к сожалению, стал опять на плюстины. Их отсутствие сказалось, сказывается сегодня. Мы пробуем такие разочетания, то у нас один Хабиб играет, другой Хабиб играет, сейчас играл Моспан, который больше атакующий инсайт игрок. Вот, эта проблема существует. Первый тайм, в принципе, начали неплохо, мы достаточно высоко поднимались и не давали атаку развернуть. Но потом, где-то в середине первого тайма, ясно, что использование большинство зашлое высокое, мы где-то ошиблись. В ротационных вещах, вот именно смена позиций Коснодара, немножко дела за дождей наших ребят, не разобрались. Потом, в втором тайме разобрались, стало намного проще играть в этом плане. Когда Икади уходил в середину, отскакивали футболисты и так далее, менялись позициями, не разбирались, оставляли там. Крайних атакующих бородистов один в один, они обыгрывали. И было три ситуации, когда мы без балла не пропустили, там, перекладина, штанга и так далее. В втором тайме, вроде бы, так разобрались в этом компоненте, и таких острых моментов у Коснодара больше не было. Да, был контроль, было давление определенное, но и мы имели достаточно перспективные атаки, и могли его забить, впечатление в ноль, провели хорошую атаку, быструю. Но, к сожалению, мы и пропустили мячи не ввиду атакующих действий Коснодара, а ввиду наших грубейших ошибок в обороне. Сами отдавали мяч, и ясно, что в районе, исполнился в высоких Коснодара, а визуализовали. То есть, немножко обидно в этом плане, то есть, да, понимая, что владение, удары, статистика будет выше, но мы искали шансы. И счет был ноль-ноль, и вдруг два подарка таких, к сожалению, так немножко нас-то расстроило, потому что шанс у нас был с очки и сцеплять. Понимаю, что, прежде всего, что будет ховато ясно, что уровень футболистов и в целом клуба Коснодара на сегодняшний день повышится по исполнению, по положениям и по всем моментам, касаемым футбольным составляющим. Но мы тоже съехали сюда и с задачей брать очки. Но не получилось. Спасибо большое, коллеги. Есть вопросы? Так, переставайтесь. Андрей Тюбов, прогнозиру. Насколько игра Краснодара, рисунок сам игры, соответствовал тому, к чему вы готовились? На принципе, я-то знаю хорошо структуру игры и города, в том числе и стиля саму Краснодара от того, что раньше был. Ну, и Беревича команда была нехорошая, она достаточно, ну, ясно, что исполнитель. Уже, знаете, знать, что, как играет команда, но ты должен начать играть еще футболисты, индивидуально сильные, которые могут в пижоне просто обыграть, обыграть и все здесь. Поэтому ничего нового не было, понимание структуры было. Понимали, что будет трудно, тоже было. Ну, вот, самое, повторяю, снова опять самое такое неприятное, то, что сами себе забили по идее мячи в этот момент. Можно, если ты себя найдешь, думаю, что шанс был очки брать. Вот, к сожалению, так. Есть еще вопросы, коллеги. Владимир Мороз, независимая спортивная газета. Сегодня обсуждал Александр Беллинов, любимец кубанской корсиды. Скажите, пожалуйста, к какой причине? Ну, у нас и Виталий Гудеев, и сильный вратарь. И мы с Сашей, не сказать, что до каких-то моментов нет, а чисто психологически решили дать немножко разгрузку. Потому что он тоже, как все матчи, начиная с очи, он стоял в составе, не пропуская их. Это психология, это давление и так далее. Тем более, спиной есть Виталий. Поэтому мы решили сегодня фоксировать. Виталий, в принципе, все, что надо, все сделал. Мячи, если нет проблем составляющих. Решили поступить Виталий, как он стоял, он получил практику хорошую и так далее. У нас два хорошего вратаря. Здравствуйте, Добрикова Анна из молодежного СМИ. Слово за нами. Вопрос от моего коллеги Романа Романова. В эпизоде со вторых голов Мастерной потерял мяч, двигаясь с ним в своей штрафной параллельной линии ворот. Является ли сама попыткой такого введения мяча нарушением игровой дисциплины и последует ли какое-то доказание футболисту? Нет, доказание не будет ни в коем случае. Это игра, он хочет мяч сохранить, но все-таки, я повторюсь снова, есть так называемый термин, где он тренировался. Когда тренируешься с командой, уровень сопротивления пониже, чем на этом уровне. Видимо, он не ожидал, что его накроют нападающим, потому что родину шло от него уже. Он нападающий мощный, быстро, он сумел быстро среагировать и отобрать. Поэтому здесь несчастный случай, к сожалению. Да, возможно, просто мяч было вынести, это, конечно, было более логично. Ну, вот такая данность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова